Я вам просто скажу четыре вещи, которые больше всего раздражают сотрудников, работающих в любой компании. Армия баранов под руководством льва, всегда победит армия львов под руководством барана. За рубеж попробовать хочется, потому что есть амбиции. Если у вас получится, с вас бутылочка хорошего кипрского вина. Оставайтесь с нами, у нас еще будет много хороших советов. Добрый вечер, доброе утро, добрый день. Мне кажется, именно в такой последовательности вы будете смотреть нашу программу. Я Игорь Ман, мы продолжаем съемки программы «Битрикс24 спрашивает». В этой программе мы встречаемся с реальными партнерами компании «Битрикс24» и говорим о тех проблемах, которые интересуют их каждый рабочий день, а может быть и выходной. О том, как привлечь новых клиентов, о том, как увеличить средний чек, как привлекать к компании новых сотрудников, как повышать эффективность их работы. Эти и другие вопросы мы обсуждаем с гостями нашей передачи. И сегодня у нас в гостях Олег Илманов. Олег, расскажите, пожалуйста, о своих клиентах. Здравствуйте, меня зовут Илманов Олег. Я являюсь генеральным директором интернет-интеграторов «Битрикс24». Нашей компанией уже 11 лет, и последние 5 лет мы занимаемся внедрением CRM-систем и автоматизацией среднего и крупного бизнеса. По этому направлению мы являемся одним из ведущих партнеров «Битрикс24» и имеем в этом огромный опыт. Сюда я пришел спросить игремана про то, каким образом нам дальше развиваться. Стоит ли оставаться нишевым игроком и развивать свою экспертизу дальше, либо стать более комплексным интегратором, перейти в системные интеграторы, возможно, даже пойти за границу. Сейчас мы являемся узким нишевым игроком. Когда «Битрикс24» становился как продукт, и мы одни из первых пошли в этот продукт, начали заниматься им, и первое время мы были номером один по «Битрикс24». То есть мы занимались и небольшими клиентами, и крупными, и так далее. Естественно, потом пришли другие партнеры, ниша не стала такой узкой, стала большая конкуренция. Мы перешли уже более в узкую нишу, мы стали заниматься крупным бизнесом, мы стали заниматься автоматизациями, мы стали заниматься интеграцией работы клиентов в B2B-кабинет и так далее. И сейчас мы там тоже одни из лидеров. И вопрос такой, в основном. Стоит ли оставаться в этой нише, либо еще больше нишеваться, либо стоит стать... Универсальным? Возможно, да, может стать более универсальным, и наоборот, начать развиваться около продукта, потому что, когда мы приходим в крупный бизнес, они не хотят нишевого игрока, они хотят, чтобы их покрывали полностью. То есть занимались и, например, интернет-порталом, и CRM-системой, и какими-то интеграциями, и BI-системой и так далее. Первый совет, который я дам Олегу, к сожалению, конечно, возможность была упущена. Я услышал, что Олег стартовал практически вместе с B2B-24, был лидером, а потом упустил свою позицию. Об этом, конечно, ты всегда обычно с грустью вспоминаешь, но зато Олегу удалось то, что удается не каждому, кто уступил лидерскую позицию в целом. Он занял лидерскую позицию в какой-то категории. Мой совет, Олег, продолжайте оставаться лидером в этой нише. Я думаю, что сейчас будет очень тяжело развиваться по другим направлениям, потому что появилась достаточно большая конкуренция, и она только нарастает. Еще один совет, который я вам дам. Получается, что вы давно уже в этом бизнесе. Я рекомендую вам в свой фирменный блок добавить год создания компании. Это получается с 1900... Ну, 900... С 2009... С 2009... С 2009 года? То есть B2B-24, с 2009 года. B2B-24 у нас, ему 6 лет. Ну, B2B-24, с 2009 года. Я думаю, что вы, как раз та компания, которая может писать, что мы работаем в 2009 году, у человека возникает в голове надежность. То есть, когда ты пишешь, что мы работаем в 2009 году, человек говорит, ого, 10 лет ребят этим занимается, это очень здорово. А второе, нужно подчеркивать свою специализацию. Вот если вы можете написать номер один по работе с крупными компаниями, если можно такое написать, любая крупная компания, увидев такой подстрочник, увидев такое позиционирование, быстро проверит вашу компетенцию, быстро поговорит со своими коллегами, потому что узок крупных компаний, убедится в том, что вы говорите правду, и вы получите свой заказ. Вопрос следующий, наверное, как развитие. Мы работаем с крупным бизнесом, но мы перешли на эту поляну, и там есть системные интеграторы. Это большие интеграционные компании, которые там тысячи человек, и мы, получается, начинаем конкурирует с ними. Если мы нишевые специалисты, мы в этой нише сидим, и работая с крупным клиентом, с крупным заказчиком, чаще всего крупный заказчик хочет прийти к одному подрядчику, который будет оказывать весь комплекс услуг, весь зонтик. И как нишевый игрок, получается, мы к крупному клиенту все чаще заходим как субподрядчик. А тут есть свои нюансы, потому что очень часто работаешь через посредников не напрямую. Нам, естественно, больше нравится работать напрямую. И поэтому здесь вопрос расширяться, либо нишеваться, вот он еще в том, что с крупным клиентом становится работать сложнее. Ну, именно, находить его. В этом случае обычно у компании есть две стратегии. Первая – продолжать копать свою нишу, но действительно в этом случае вы просто будете работать на больших ребят, которые, видя ваш профессионализм, будут просто включать в вас свой портфель и зарабатывать на вас. Вы на себе будете вряд ли зарабатывать. Вторая стратегия – все-таки понимая, что крупному бизнесу нужна вот такая линейка, все-таки начинает расширять свою линейку. Поэтому, если вы можете принять для себя очень такое важное решение, ну, вот вам получается 10 лет, и отпраздновать десятилетие, вы можете сказать, что в следующие десятилетия мы будем жить под знаком расширения. Опять же, не вот это все нужно вашему клиенту, а из этого всего по закону Паретта им нужно, в первую очередь, 20 самых популярных услуг, которые обычно все спрашивают. А когда они спросят 80, в которых у вас нет компетенции, вы сами найдете игрока, который у вас по субподряду будет работать на вас. Имея репутацию и имея приложение чуть более широкое, вы можете работать с игроками крупными так, как вам хочется, или нет, точнее, как они хотели, чтобы вы работали с ними. Предположим, на примере издачества Маннов и Фербер мы все время делали деловые книги. Однажды супруга одного из наших партнеров сказала, о чем мы не делаем детские? У меня двое детей, я хочу, чтобы наши дети читали хорошие книги. Так появилось большое детское направление, которое сейчас дает нам больше половины нашего бизнеса. Спасибо, это хороший совет, потому что мы на эту тему думали, и как раз я нашел подтверждение своих слов. Стоит ли развиваться в России или, возможно, стоит пойти за рубеж? Поясню, почему. Если мы смотрим продуктовую историю, там все понятно. Если это востребовано в одной стране, то можно адаптироваться и пойти с тем же самым продуктом за рубеж. Если услуги, как у нас, то здесь труднее. У нас есть местный менталитет, местное законодательство и так далее. Но за рубеж попробовать хочется, потому что есть амбиции и так далее. Я люблю людей с амбициями. Я в этом случае ни в коем случае не буду отговоривать Олега. И вам тоже скажу. Сейчас государство даже вовсю поддерживает нас развивать экспортную деятельность, неважно, это продукты или услуги. Подвините, Олег, у вас есть такая амбиция, надо начинать копать в этом направлении. Вы прекрасно понимаете дорожную карту работы в этом направлении. Найти человека, точнее, сначала найти страну или найти человека, который будет представлять ваш интерес в этой стране, сделать первую сделку. Но, может быть, она будет не самая прибыльная для вас. Может быть, вы просто наработаете здесь опыт и сработаете, может быть, даже небольшой минус, но у вас появится опыт. Вот этот опыт работать международным бизнесом или, скажем, какой-нибудь, не знаю, там отдельно взятой страной. Дальше вы поймете, что не все так сложно, как оно на самом деле кажется. Просто главный совет не старайтесь сразу же открыть Fusion International и просто работать абсолютно по всем странам. Найдите одну страну, протестите ее и если вам понравится вкус свободно конвертируемой валюты, которую вы получите и вам понравится работа с этим направлением и у вас будет положительный отзыв от первого международного клиента, вперед. Спасибо. Или, как они говорят, голых лет. Ну, дело в том, что опыт уже некий есть, но в основном это как раз русскоязычные. Да, это понятно. Все так и развиваются. Наверное, это в первую очередь СНГ, Кипр или Германия, в которой тоже большое количество русскоязычных людей. Ну, просто когда вы будете писать, что у нас есть опыт работы в Казахстане, в Германии или, предположим, вас найдет какой-нибудь партнер русскоговорящий из Новой Зеландии или в Новой Зеландии, чем экзотический будет список этих стран, тем с большей уверенностью другие страны будут выбирать вас в качестве подрядчика. А есть какие-то там совет, куда лучше пойти, в какое направление? У нас есть Европа, Азия с Африкой и так далее. Ну, вы знаете, я бы сказал, что, наверное, все-таки лучше идти в страны с уже состоявшейся деловой культурой. В Африке можно рискнуть, в Азии в некоторых странах тоже можно, просто в некоторых странах азиатских уже есть сложившаяся культура, как Арабские Эмираты, а в некоторых, как Бангладеш, предположим, она только складывается. Поэтому все-таки я бы попробовал поработать с Европой. Ну, мне кажется, вот Кипр прям такая идеальная история. Вроде бы как Европа, вроде бы как и половина, ну, не половина, конечно, огромное количество людей говорят по-русски. Найти там первого клиента, мне кажется, будет достаточно просто. Как раз хотел спросить, если у нас есть опыт работы с международными компаниями в России, возможно ли его как-то экстраполировать на весь мир? Можно, но весь мой опыт показывает, что вы с очень большим трудом получите рекомендацию от московского офиса своим иностранным коллегам. Но все-таки давайте, вот если мы встанем на тапочке любого заказчика, ну, при том же в Греции, у него есть возможность заказать услугу у своего греческого интегратора и заказать услугу у какого-то московского интегратора, который даже пускай очень хорошо сделал что-то для его племянника, который сейчас работает в Москве, и он ужасно счастлив. Конечно, будет отдано предпочтение именно греческому подрядчику. Ну, в Греции это прям 100%, я просто знаю, что в Европе, это мы говорим, что у нас там очень много кумовства, и мы там, не знаю, поддержим своих. Вы даже не знаете просто как поддерживают в Европе своих, в Испании, в Италии, все делается через родственников. Поэтому вам нужно искать человека, который знает человека, и вот через него выходить и убеждать. И, наверное, закрываем вопрос с международным рынком. Основной тоже тезис, который меня беспокоит, это работать, искать русских, либо искать местных. Потому что такое ощущение, то, что когда приходят ко мне продавать, например, иностранец, какой-то продукт, я лучше к нашим пойду. Венталитей другой и так далее. И я к нашим пойду. Поэтому, наверное, все-таки работать через русское комьюнити. Давайте так. Первый шаг, получается. Да, первый шаг через русских. Мне кажется, это будет логичнее. Просто, ну, даже... А у вас есть там первая страна, на которую вы смотрите, в которую вы хотели бы пойти? Там уж много пересмотрел. На самом деле, одна из таких стран это как раз Кипр. Там, тем более, потому что... Это через русских. Тем более, что у нас уже пару клиентов оттуда есть. Значит, даже причем, когда я говорю русских, я говорю русских в кавычках, потому что там огромное комьюнити. Мне был опыт работать там на рынке недвижимости и огромное комьюнити. Там очень много украинцев, очень много казахов. И там огромное количество людей уже, которые живут там во втором поколении. Там уже смешные браки, но условно они тоже русские. Поэтому, конечно, Кипр очень хорошая страна. Выходить через русское комьюнити. Давайте так. Если у вас получится, с вас бутылочка хорошего кипрского вина. С удовольствием. Договорились. Следующий вопрос. Естественно, мы как люди амбициозные, очень хочется развиваться и расти дальше. Но с другой стороны, если посмотреть на бизнес веб-студии, агентств, интеграторов, как правило, это небольшие компании. То есть это специализированные услуги, сложные услуги. И компания, она зависит от людей и не может развиваться там больше 30, 40, 50 человек. Возможно ли все-таки развиться больше? Во-первых, все-таки большое количество, ну, рынок большой, и не у многих компаний получается расти. Многие компании сжимаются, закрываются, кто-то не находит общего языка с руководителем. Если вы будете хорошим руководителем, который создаст хорошие условия для работы своей командой, создаст правильную корпоративную культуру, я вам просто скажу четыре вещи, которые больше всего раздражают сотрудников, работающих в любой компании. Это руководитель, но мы не похожи на руководителя, который раздражает. Второе, это рабочее место, поэтому очень важно создать правильное рабочее место. Я думаю, что вы слышали про офисы высокотехнологичных компаний, и я думаю, что у вас тоже, ну, не знаю, ну, не на заводе вы сидите, я имею в виду, не среди станков, и не на ящиках из-под патронов. Третье, это характер работы. Понятно, что у этих ребят достаточно монотонный характер работы, но нужно поэтому либо создавать правильные условия, либо, соответственно, эту монотонность каким-то образом нарушать. И четвертое, это коллеги. Ну, то есть, я еще раз повторю, руководитель, рабочее место, характер работы и коллеги. Если мы набираем правильных людей, если мы понимаем, что у человека, ну, как бы прется человек от того, что сидит и кодирует, то мы его, как бы, не трогаем. Если он, как бы, немножко загнет, ну, не знаю, затухает, мы его пытаемся оживить. Правильное рабочее место и правильный руководитель или правильный руководитель, Потому что, когда компания растет, собственник уже не может заниматься управлением, он должен начать найти хороших замов, которые, соответственно, начинают управлять членами команды. В общем, если вот над этими четырьмя вещами думать, то вполне возможно, что вы сумеете привлечь новых людей, которым будет интересно поработать в хорошей компании, на хороших рабочих местах и заняться работой, которая позволяет оставить мякину во вселенной. Такой компания, как вы, драйвер рост, это работа на других географических рынках, что вы собираетесь сделать, вы большой молодец. Расширение портфеля, мы уже с вами начинали с этого, мы теперь интернет плюс. И третье, это расширение количества клиентов. То есть, если вы начинаете работать и над этой задачей, вы понимаете, что, предположим, если вы выходите на новую отрасль или новый клиент, вы же говорили, что сарафанное радио для вас один из рычагов продвижения. Если вы понимаете, что чем больше у вас клиентов, тем больше они вас рекомендуют, вуаля, вы продолжаете расти. Понятно. И, наверное, такой злободневный вопрос, я думаю, не только меня, он волнует руководителей искать снаружи или выращивать своих? Где их искать? Смотрите, Олег, я думаю, что нужно работать в двух направлениях. Я считаю, что, конечно, очень сильная демотивация для любого человека, который считает, что он может стать руководителем, является найм руководителя со стороны. Ну, еще не вопрос, что они смогут сработаться, а человек уже демотивирует. Поэтому, в первую очередь, старайтесь смотреть на кадровый резерв. Второе, где найти таких людей, просто смотрите. Иногда можно просто жестко схантить. Но, в конце концов, такие правила рынка. Если у человека хоть чуть-чуть ему не нравится работа в другой компании, опять же, ему не нравится руководитель, рабочее место, характер работы, ему не нравятся коллеги, и ему нужно чуть больше амбиций. Предположим, там он работает только по России, а здесь у вас есть возможность начать развивать международные рынки. Там он работает только в одной отрасли, а здесь можно работать с некоторыми отраслями или со многими отраслями. Человек может пойти из-за амбиции, и он даже не обязательно пойдет из-за того, что он предложит сейчас наилучший компенсационный пакет. Может быть, он пойдет только для того, чтобы наработать опыт. Такое бывает. Может быть, он пойдет только для того, чтобы заработать в будущем больше, потому что он сумеет создать бизнес, в котором он сможет претендовать на долю новых доходов. Ну, в общем, это такая долгая история, может быть, даже отдельная передача. Но, отвечая на ваш вопрос, первое, начинайте продвигать тех людей, которые имеют потенциал для продвижения туре-компании, доверяйте им. Пускай они будут полгода на ИО. Ну, то есть, не на месяц ИО, а вы просто говорите, полгода я тебе даю, потому что за полгода можно действительно показать какие-то результаты. И если у человека не получается, вот в данном случае, можете съездить, дать ему обратную связь, извини, я тебе дал все возможности, я тебе поддерживаю тебе полгода, но в компании нужно развиваться, давай, ты будешь хорошим замом для нового руководителя, которого я найду. Более того, помоги мне, пожалуйста, этого человека отобрать. И тогда человек не так обижен, как мог бы обидеться на вас, что его отодвинули, не оценили, вы ему дали возможность, вы даже ему теперь помогаете найти нового руководителя под себя, условно. Ну, окончательное слово, конечно, при принятии такого человека за вами. И, наверное, такой следующий вопрос. У нас был негативный чуть-чуть опыт. Пытались открыть офис в регионе, потому что мы все понимаем то, что разработка и ресурсы в регионах дешевле. И у нас, к сожалению, не пошло, потому что мы не нашли там руководителя. То есть, открываясь, мы туда ездили наездами-командировками, мы набрали команду. И, естественно, продажи, управление и так далее, это зовет обратно Москву. И когда команда остается без руководителя, то она начинает разбегаться. А найти руководителя очень сложно. Ну, давайте я сначала подтвержу правильность вашей мысли. Я все время учился в Московском институте управления мистер Горджиникидзе, и один из наших профессоров любил говаривать. Он повторял слова Наполеона Бонапарта, я их запомнил до сих пор. Он говорил, что армия баранов под руководством льва всегда победит армию львов под руководством барана. Конечно, руководитель любого регионального офиса должен быть львом. Причем нет такой породы лево-баран или барана-лев. То есть, он либо лев, либо баран. Поэтому ищите только льва. Вот делайте очень такой четкий, понятный список ожиданий от этого клиента. Если человек хоть немножечко не ожидает этому списку, в чудо нельзя верить. Не берите его, ищите другого человека. То есть, наверное, я перебью вас. Лучше найти иначе человека и под него потом уже открывать офис. Да. Ну, то есть, вот когда вы начинаете делать наоборот, у вас еще и возникают рабочие конфликты. А когда человек по вашим лекалам нанимает команду, то есть, он понимает, какой должен разработчик, какой должен, там, не знаю, быть, там, не знаю, человек, который аккаунт-менеджер. Соответственно, в этом случае он берет команду под себя. А вот еще заниматься развитием бизнеса, еще при этом, как бы, перестраивать команду или, скажем, настраивать ее под себя, это, конечно, ну, посложнее будет история. Окей, следующий вопрос, брать существующую команду или открывать свою, растить? Потому что есть большое количество региональных партнеров, битрикса, в том числе, ну, небольших веб-студий, которые готовы работать с Москвой. То есть, они и работают сейчас, там, на судподряде. И, в принципе, обращения периодически приходят, то есть, кто-то хочет работать с большим крупным брендом, с крупными, хорошими клиентами. Получится интеграция или нет? Я бы за то, наверное, скорее, понимаете, тут вы договорились с клиентом, время, деньги, и тянуть никак нельзя, поэтому, наверное, выбор один. Просто работать с теми, кто уже имеет опыт, плюс у них уже есть команда, они сработались, они знают, как работать. Тут самое главное такой правильный авторский контроль, ну, то есть, вот, совместить их работу с вашими стандартами работы. Потому что, все-таки, обещание было от вас, что вы сделаете что-то для клиента, а ребята эти просто исполнители. Поэтому вам нужно с ними очень четко договориться о том, что они работают не по своим стандартам, в своей слаженной команды, а по вашим стандартам. Здесь, наверное, больше, наверное, использовать их как субподряд, либо в целом. Да, 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 но вы это знаете, потому что вы сами работаете на субподряде. И мы не привлекаем других субподряд, но вам хочется, чтобы открыть филиал, регион, чтобы был, вроде как, у нас, под нашим именем, тогда вернется именно региональной экспансией делать. Конечно, у компании Олега очень хорошее название. Единственная проблема, Олег не использует название этой компании, что такое фьюжн. Это такая смесь, из которой получается все-таки очень правильный результат. И вот как раз смесь, это когда вы опыт московских проектов переносите на региональный рынок, и говорите, мы вам сделаем все как с московским клиентом. То есть, неважно, мы с вами будем работать как с московским клиентом, это очень подкупает клиента. А от своих местных подрядчиков вы ждете тех же самых высоких качеств стандартов работы по московскому разряду. Соответственно, для них еще некий такой плюс. Они потянут свою экспертизу, они прокачают себя, и, соответственно, они могут говорить, что мы работали для, не знаю, для московского заказчика по московским стандартам. Вот единственное, что вам нужно будет потом обеспечить их фронтом работы, потому что иначе они начнут работать на себя или на других. И вот здесь уже такой вопрос договоренности, загрузки. Но это один из способов расти. Поэтому пробуйте, заходите в регионы именно так. Но нужно еще раз, не забывайте про то, что вы должны обещать командам не только то, что они заработают на этом проекте, но они очень многому научатся. И плюс, каждый раз, даже говорите, что каждый раз, когда вы будете работать с нами, вы будете вас учить новым, новым и все более новым вещам. Вы смотрите, встреча ваша со мной, она вас чему-то научила? Естественно. Если бы мы с вами встретились через неделю, я бы вас еще чему-то научил. Ровно то же самое, рассказывайте командам региональным, с которыми вы работаете. С каждым проектом вы будете работать все лучше и лучше. С каждым проектом мы будем понимать друг друга все лучше и лучше. С каждым разом у нас все будет лучше и лучше. Результат им хорошо, вам хорошо. И может быть на этом им хорошо и вам хорошо. Вы потом скажете, а давайте тогда вы будете нашими представителями. представителями то есть давайте я просто беру вас штат или давайте мы с вами там задаем условно сп и начинаем уже работать вот только по нашим контрактам я вижу для этого рынок я вижу для этого потенциал то есть начали пробуем потом уже это конечно спасибо прекрасно нас олегом получился разговор я очень люблю говорить с людьми у которых есть амбиции и я вижу что олега есть очень много возможности для роста и очень надеюсь что олег эти возможности будет использовать я даже уверен что лет будет такие возможности использовать ровно то же самое вы бы хотели я и команда битрин 24 чтобы делали вы слушайте и делайте сегодня состоялся очень интересный и для меня на эмоциональный и содержательный разговор с игорем маном мы затронули большое количество тем которые мне волновали и я думаю что я буду с удовольствием сам пересматривать эту передачу для того чтобы реализовывать воплощать в жизни те вопросы которые мы обсудили те совет которые мне дал а